За вклад в укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы полпредпрезидента Российской Федерации ВСКФУ Юрий Чайка вручил в муфте Дагестана шейху Ахмаду Фанди благодарственное письмо. Развитие экономики Дагестана с учетом внешних факторов. В Махачкале прошло очередное заседание оперативного штаба под руководством Сергея Меликова. Готов ли Дагестан к небывалому потоку туристов? Об этом и многом другом говорили участники Федерального совещания по развитию туриндустрии регионов ВСКФУ. Подробности сегодня в выпуске. Месяц добрых дел. Благотворительный фонд «Инсан» провел акцию для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Здравствуйте, это программа «Итуги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. На неделе полпредпрезидента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко встретился с председателями духовных управлений мусульман субъектов СКФУ. Целью встречи послужило обсуждение вопросов укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений на территории округа. Работа мусульманского духовенства в данном направлении была оценена высоко. Юрий Чайко вручил муфтию Дагестана шейху Ахмаду Фанди благодарственное письмо за активную поддержку внутренней и внешней политики страны. Председателю Совета Алима в Республике также выразили признательность за вклад в укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Северного Кавказа. Сейчас все наши взоры устремлены в сторону событий на Украине, где продолжается специальная военная операция. Наши ребята продолжают стойко и мужественно выполнять задачи, поставленные командиром и в первую очередь нашим верховным главнокомандующим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Я хочу выразить вам благодарность, вашим коллегам из разных регионов страны, лидерам мусульманских религиозных организаций, которые на конференции в Владикавказе заявили общую позицию о своей поддержке курса руководства России как во внутренней, так и в внешней политике. Это действительно дорогого стоит. В ходе встречи Юрий Чайка представил собравшимся своего нового помощника по вопросам развития межконфессиональных связей Айдамира Валиева. В свою очередь муфти регионов Северного Кавказа также озвучили актуальные задачи и общие подходы к их решению на местах. На территории центральной жума мечети в шатре Рамадана прошел очередной ифтар. Мероприятие почтил своим присутствием муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Финансирование вечернего разговения взял на себя мэр Махачкалы Салман Дадаев. Первые слова хочу выражать огромную благодарность муфтиату Ахмад Афанди за такие добрые традиции, которые у нас появились, как шатер Рамадана, раз вчера был ифтар Джамата Махачкалы на строящейся мечети имени пророка Иссы. Очень хорошее такое начинание, которое с этого года начало применяться, что разных муниципалитетов Джаматы собираются на ифтар. И вот в такой благодатный месяц Рамадан, такие мероприятия, которые нас сближают, я бы хотел всем пожелать, чтобы таких мероприятий в нашей жизни было бы побольше, где мы могли бы так собираться в наше непростое время. В этом году мы приступим к благоустройству сквера рядом с Джума Мечетой, для того, чтобы верующие, которые на молитву приходят или после молитвы, там могли в сквере собраться на благоустроенных, хороших скамейках, под тени деревьев посидеть, пообщаться. Так что если вы будете нас упоминать, ваше упоминание Всевышнему, то наша благодарность и отдача будет тоже многочисленнее и больше. В этом году 1 миллион паломников смогут поехать на хаджи, это около 40% от количества совершавших паломничество в прежние года. Об этом на неделе сообщил министр по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Муслимов. Вместе с тем Саудовская Аравия установила ряд обязательных требований для паломников. Возраст моложе 65 лет и наличие прививки от COVID-19, одобренный Минздравом Королевства и отрицательный ПЦР-тест. И к другим темам. Меры поддержки экономики региона в условиях санкции обсудили на очередном заседании Оперштаба под руководством Сергея Меликова. Главными темами стала поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организация сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципальных образований. Отдельно были рассмотрены и вопросы собираемости налогов, в том числе меры по снижению задолженности по имущественным налогам с физических лиц. Как отметил глава республики, несмотря на санкционное давление, российская экономика успешно адаптируется к новым условиям. Так, около 400 млн. рублей предусмотрено на софинансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Меликов подчеркнул, что только качественное освоение бюджетных средств может дать серьезный толчок экономике Дагестана в целом. В первую очередь это касается денег, выделенных на реализацию национальных проектов. В текущем году это более 20 млрд. рублей. В этом году, по прогнозам экспертов, Дагестан ожидает небывалый поток туристов. Устойчивое развитие туризма на Северном Кавказе обсудили на неделе в Дербенте. Участники совещания ознакомились с лучшими практиками межрегиональной туристической интеграции. По итогам сессии было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития туризма на Северном Кавказе, а также намечены планы по созданию брендового туристического проекта на территории СКФО и Республики Адыгея. Кроме того, здесь же была принята дорожная карта совместных мероприятий на 2022 год. Подробности в сюжете Асель Монаповой. На одной площадке представители Ростуризма, депутаты Госдумы, чиновники профильных ведомств и эксперты туриндустрии. Внутренний туризм в условиях санкций сегодня приобретает особое значение. Регионы Северного Кавказа в этом плане имеют все возможности для его развития. Об этом говорили практически все выступающие. Ну а известный депутат и спортсмен Николай Валуев подчеркнул необходимость грамотного использования имеющихся ресурсов. Внутренний туризм в России таит в себе колоссальный, просто невообразимый потенциал. Я говорю это не только в контексте всего Кавказа, Северного Кавказа, а вообще в результате того, что у нас страна занимает несколько климатических поясов. И это не только климатические, это совершенно разные природные ландшафты, то это открывает необозримые возможности для туризма. В первую очередь для россиян, внутреннего туризма. Это, кстати, немаловажно в контексте тех санкций, которые сейчас введены против России. Мы, скорее всего, будем повышенный приток туристов наблюдать в этом году, безусловно, во все наши уже сложившиеся туристические мекки. И даже там, может быть, где туристов было доселе еще маловато. Важность создания привлекательных условий для туристов подчеркнул заместитель полномочного представителя президента ВСКФО Владимир Надыкта. По его словам, в первую очередь необходимо наладить транспортную логистику в туристических районах. А также нужно подготовить персонал для качественного обслуживания клиентов. Иначе говоря, нужны специалисты. Наш опорный Северокавказский федеральный университет осуществляет подготовку. И остальные вузы, которые входят в консорциум, всего в консорциуме более 20 вузов. И подготовку возможно осуществлять практически во всех, но по специфическим специальностям, по отдельным направлениям подготовки. Я так понимаю, они не в этом году начали работать? Нет, это было начато ранее. Сейчас стоит в условиях развития в целом туристической области, потребности туристических организаций определиться, сколько же готовить таких людей, какого уровня и по каким направлениям подготовки. По итогам сессии регионы СКФО, Республика Адыгея и Северокавказский федеральный университет, выступившие организатором мероприятия, подписали соглашение о запуске совместного туристического проекта. С совместными усилиями при взаимодействии всех органов исполнительной власти, всех министерств и комитетов, ответственных за развитие туризма в своих регионах, мы сможем добиться гораздо большего. Мы сможем сформировать тот межрегиональный маршрут, который будет привлекать туристов не только со всей России, а со всего мира. Планируется, что регионы создадут брендовый туристический маршрут на территории субъектов СКФО и Республики Адыгея. Асильман Апамурат Бигбарсов, новости ННТ, Дербент. В Дагестане по-прежнему продолжает действовать масочный режим. Главный санитарный врач Республики Николай Павлов предложил сохранить ограничительные меры. Об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. По мнению Павлова, распространение нового генотипа вируса в ряде стран не может не вызывать беспокойства у специалистов. Соблюдение защитных мер и темпа вакцинации, по его словам, позволит держать ситуацию на контроле. Между тем, стало известно о районах, которые на сегодняшний день лидируют по числу вакцинированных жителей. Так, показатели 90% достигли Хивский, Гергебельский, Гумбетовский, Докуспаринский, Сергокалинский и Курахский районы. Как минимум 15 регионов России в этом году столкнутся с продовольственным кризисом, среди них и Дагестан. К такому выводу пришли эксперты из Федерального института развития предпринимательства и экономики. Между тем, в Дагестане уже зафиксировано повышение стоимости продуктов. По статистическим данным, цена минимального набора продуктов выросла на 14,5% и составила более 6 тысяч рублей. Это самый дорогой показатель поиска ФОМ. В скверах имени Фазу Алиева и Борцовой революции продолжаются ремонтные работы. На данный момент подрядчики начали перекладку асфальта для двухколесного транспорта. Напомним, 2 апреля в ходе инспекционной проверки работ мэр Махачкалы Салман Дадаев остался недоволен их качеством и дал поручение исправить все недочеты в течение 10 дней. От перекладки? Или исключать из объема? Я эту работу принимать не буду. Вот эти дорожки я у них не приму. Соответственно, или исключать из объема оплаты, или пускай перестилают полностью. Отметим, что для реализации проекта реконструкции улицы Каркмасова и двух скверов Фазу Алиева и Борцовой революции мэрия столицы объединила пять программ муниципального, регионального и федерального уровней. На неделе премьер-министр Дагестана Абдул-Муслим Абдул-Муслимов провел выездное совещание с фермерами и представителями водоснабжающих предприятий об обеспечении поливной водой сельхозаугодий Кизерудовского района. Производители сельскохозяйственных товаров получат воду скоро после заключения соответствующих договоров. В районе также проведут ремонтно-восстановительные работы на насосной станции и прочистят миллиардативный канал. Если вы должны получать воду для полива, у вас должен быть обоснованный запрос. Если вы вне правого поля получаете воду, здесь тоже мы должны поддерживать вас, чтобы у вас вода была, но с законным путем. Чтобы воду получить, должны быть соответствующие условия для подачи воды. Я вам ничего лишнего не говорю, я тоже сам родился в селении, я знаю, что такое сель, пахат, выращивают, работал в хозяйстве, знаю, что такое миллиарация, занимаюсь до сих пор этой миллиарацией. Поэтому вот канал Октябрьской революции, вода идет, должны быть насосы, воды должны подавать и, соответственно, должны поливать и получать урожай. Если вы хотите, чтобы у вас 24 часа в сутки, 365 дней в году вода была, вот кор. Это подарок священному нам. Напомним, ранее глава Дагестана Сергей Меликова на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики дал премьер-министру поручение решить проблему с поливной водой в кратчайшие сроки. Вознаграждение за благое деяние, совершенное в священном месяце Рамадан, увеличивается многократно. По этой причине верующие стараются не упустить эту возможность и спешать совершить больше добрых дел. На протяжении 10 лет благотворительному фонду «Инсана» удается объединить всех неравнодушных вокруг огромного количества инициатив по оказанию помощи нуждающимся. На этот раз они помогли детям с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Более подробно об акции расскажет Карим Даниев. Рамадану скоро 7 лет, но ходить он пока не может. Из-за особенностей развития большую часть времени приходится проводить в сидячем положении. Правда, и это до сегодняшнего дня давалось тяжело. У мальчика не было специализированного сидения. Но теперь, благодаря добрым людям и благотворительному фонду «Инсан», он сможет правильно и комфортно сидеть. А это в условиях реабилитации является крайней необходимостью. Рамадану уже 7 лет. И вот уже на протяжении 7 лет я как-то раньше не задумывалась о том, что нужна правильная коляска. Вот мой ребенок по сей день мы передвигались в обычных колясках для обычных детей. Я уже понимаю, что она не совсем удобная и неправильная, потому что надо учитывать особенности ребенка и подбирать под нее правильную коляску. Обратились в фонд за помощью, чтобы нам приобрели коляску. Я думаю, что именно с вашей помощью сейчас нам будет легче. И мы даже можем выходить на прогулку уже на более дальние расстояния, чтобы мой мальчик не уставал и он мог в коляске находиться. Значимость правильно подобранной коляски отметил и руководитель производственной компании из Санкт-Петербурга. Вместе с командой он приехал в Дагестан, чтобы лично презентовать технические средства реабилитации и настроить их индивидуально под каждого ребенка. С каждым родителем мы индивидуально связывались и запрашивали размеры, уточняли диагнозы, уточняли пожелания родителей, что им нужно, для каких нужд. Кому-то нужна была легкая, в таком случае мы взяли трости, привезли. Кто-то ребенок был большой, кто-то был маленький. Каждая коляска подбирается индивидуально. Даже если у одного ребенка, например, ДЦП четвертый уровень и у второго ДЦП четвертый уровень, это не значит, что им нужны одинаковые коляски. Нужно смотреть на общую картину целиком, смотреть на все нюансы. Поэтому каждая коляска, она разная, она индивидуально подорвана конкретному ребенку, каждому из тридцати. То есть они не повторяют ситуацию, не бывают одинаковых случаев в данном истории. Самое основное, чтобы коляска не навредила, чтобы она предносила пользу. Потому что правильное позиционирование ребенка в коляске дает правильное формирование всех органов. Это очень-очень важно, это раз. Сопровождение тоже важно. Просто купить, один раз настроить тоже мало. Нам могут звонить и будут, наверное, здесь звонить родители. И мы будем помогать, объяснять и что-то корректировать оборудование. Специализированные коляски подарили 30 детям с ДЦП. Инициатором сбора средств на покупку техники реабилитации выступил известный дагестанский бизнесмен Мурат Алискеров. Он предложил участвовать в акции добра всем гражданам, а к собранным средствам пообещал добавить равную сумму. Так все и получилось. Люди собрали почти 3 миллиона и столько же добавил меценат вместе с другими представителями бизнес-сообщества. У меня было желание закрыть вопрос, связанный с детьми, которые болеют ДЦП, но у которых нет специализированной коляски. Потому что здоровые дети и родители, и таких детей, они не понимают, для чего они нужны. Но я, сталкиваясь хоть немного, понимаю, насколько это важно. Вот даже сейчас, общаясь с человеком, который занимается сбором, продажей, он говорит, что один сантиметр туда, один сантиметр туда, у ребенка нога не растет. Как это объяснить средним обладателю? В прошлый раз у нас были онкобольные дети и дети с синдромом бабочки. В этот раз вот женщина одна пришла ко мне со своим сыном, с дочкой, прошу прощения. И она рассказала свою историю. И то, как она, мы ей отдельно купили коляску вне рамках этой акции. И то, как она это рассказывала, то, как она вот была вдохновлена этой историей, то, как она относилась к своему ребенку, реакции. Вот это все меня как-то вдохновало. Я решил спросить, что сколько? Он сказал, что там где-то 150 или 200 детей, из них коляски есть. То есть финансы нужны для чего-то другого. А у них прям колясок нет. Мать должна постоянно нести с детьми, ребенок растет, у нее прям уже грыжа от того, что она постоянно носит. Выгуливать часто не получается, на прогулку выходить. Почему нет? И все, мы этот блок, по крайней мере, сегодня, аль хамбля, закроем. Это был особенный день для подопечных фонда «Инсан». И не меньше он запомнится всем тем, кто причастен к данной доброй акции. Карим Даниев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. 12 апреля вся страна традиционно отметила День космонавтики. Провели мероприятия, приуроченные к этой дате и в Дагестане. Молодежь Общероссийского народного фронта совместно с Комитетом народного собрания Республики по образованию и науке организовали акцию «Космос наш». О том, кто и зачем собрался в музейном комплексе «Россия. Моя история» расскажет Малика Курбанова. Наверное, нет такого человека, который в детстве не мечтал бы полететь в космос, побыть невесомостью и потрогать звезды руками. Площадка исторического парка «Россия. Моя история» сегодня предоставила такой шанс многим. На масштабный флешмоб «Космос наш», посвященный Дню космонавтики, собрались студенты вузов, колледжей, школьники и воспитанники детских садов. Сегодня 12 апреля, День космонавтики. Мы рисуем у нас ракету и нашу родную землю. Полетел первый космонавт Юрий Гагарин. Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Принять участие в мероприятии могли все желающие. В фойе музея гостям рассказывали об истории космонавтики. От Юрия Гагарина до наших дней. Особую активность проявляли дети, отвечая на вопросы. А ты знаешь, сколько он был в космосе? А какого числа он полетел? В 1961 году какого числа? Молодец! В освоении космического пространства внес вклад и Дагестан. Наш земляк Мусамонаров дважды побывал в космосе. Семь раз выходил в открытый космос. В декабре 1987 года произошло значимое событие в истории отечественной и мировой космонавтики. Началась первая космическая экспедиция продолжительностью в год. За участие в ней Монарову было присвоено звание Героя Советского Союза. Космонавты провели на орбите ряд экспериментов. Сегодня можно было не только рисовать вселенную мелом на асфальте, послушать истории, ответить на вопросы и получить призы, но и прикоснуться к планетам и звездам в планетарии и узнать, что у каждой десятой звезды своя планета и, возможно, одна из них обитаема. И на самом деле звезды не сгорают и не падают. То, что мы называем падающими звездами, всего лишь камешки, пересекающие земную атмосферу. И, возможно, у кого-нибудь из детей мечта побывать в космосе обязательно сбудется и появится еще один дагестанский космонавт. Этого желали детям и организаторы мероприятия. Хороший, добрый, светлый праздник, который к нам пришел 61 год назад. И принес нам его первый человек в мире, который полетел в безвоздушное пространство, это Юрий Алексеевич Гагарин. И сегодня хотелось бы главной цель этого мероприятия привлечь внимание детей к теме космонавтики. Рассказать о том, что у нас в нашем государстве живут герои, которые первые осваивают космические просторы. И я все-таки, как представитель по образованию и науке, всегда хочу, чтобы наши дети больше образовывались, были технологичнее, были умнее. И, конечно же, в первую очередь, я думаю, что может быть это мероприятие заставить детей задуматься о том, чтобы приобрести техническую специальность. Стать инженером, стать конструктором, сконструировать самолет, ракету и полететь во Вселенную. Это, конечно, здорово. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие даст такой толчок, и кто-то, может быть, из ребят станет последующим известным космонавтом, конструктором и будет прославлять нашу Родину. Организаторы постарались создать праздничное настроение для всех участников акции, особенно для маленьких посетителей, которые сегодня узнали о космосе. Много интересного и познавательного. Малика Курбанова, Магомед Магомедов, ННТ «Махачкала». Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова